МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы Время новостей в студии Ирина Варсан. 65 человек с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Большинство из них госпитализированы в столичную больницу Тома Чорбы. Обновленную информацию представила министр здравоохранения Виарика Думбревяну. Таким образом, из 423 заболевших, зарегистрированных в стране, 75 заразились за пределами республики, а 348 в Молдове. Большинство пациентов из Кишинева и Штефанводского района. Во время традиционного брифинга директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртуны объяснил, что означает карантинный режим в населенном пункте, что такое изоляция и самоизоляция. Он также призвал к тому, что не стоит стесняться или бояться признаваться в том, что ты контактировал с заболевшим человеком. По словам Николая Фуртуны, населенный пункт помещается в карантин после того, как там регистрируется много случаев инфицирования. В итоге никому не разрешено въезжать или выезжать с карантинной территории. Исключение составляют врачи, полицейские и пожарные. Режим изоляции населенного пункта снимается спустя 14 дней после регистрации последнего случая заражения новым вирусом. А вот изоляция или самоизоляция не зависят от карантинного режима села. Люди должны понимать, находится ли поселение на карантине или нет. А вот режим самоизоляции должен соблюдаться всеми гражданами, независимо от статуса населенного пункта. Если в данной местности снимается карантин, как это будет в Ханчешском районе, это не означает, что у нас свобода действий для прогулок и выездов. Мы соблюдаем режим и остаемся в самоизоляции. Директор Национального агентства общественного здоровья призвал людей, которые возвращаются из других стран, оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, пока длится инкубационный период вируса, независимо от того, есть ли у них симптомы или нет. Это касается всех наших сограждан, которые возвращаются домой, независимо от цели поездки, работа, туризм, отдых. Все остаются дома в двойной самоизоляции. Первое – это изоляция от общества, а второе – от остальных членов семьи. Это связано с уменьшением риска заражения других людей. Николай Фортуны с сожалением относится к тому, что наши граждане продолжают скрывать и что они контактировали с людьми, зараженными новым вирусом. Ведь таким образом подвергается риску медицинский персонал, который заботится о пациентах и инфекция распространяется на еще большее количество людей. Люди должны понимать, что у нас эпидемия COVID-19. Сегодня каждый житель Республики Молдова может и должен рассматриваться как потенциальный источник инфекции. Не надо стыдиться того, что вы контактировали с больным коронавирусом. И в чем стыд, если завтра ты сам же заболеешь? В период с 17 марта по 15 мая в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией, вызванной COVID-19. Таким образом, в нескольких населенных пунктах Штефан-Вуды, Хинчешты-Сорок был введен карантин после подтверждения ряда случаев инфицирования. В Молдове из более 400 инфицированных коронавирусом 84 работника системы здравоохранения. Если число заболевших превысит отметку в 4 тысячи человек, медицинская система Республики не выдержит. Об этом рассказал премьер-министр в одной из телепередач. В то же время Ион Кику сообщил, почему соотечественники, которые возвращаются в Молдову, обязаны приобретать полисы медицинского страхования и как пандемия COVID-19 повлияет на экономику страны. По некоторым подсчетам, Молдова потеряет около 5 миллиардов леев из-за кризиса, заявил премьер. Способность медицинской системы в стране ограничена, и она не выдержит, если коронавирусом заболеют 4 тысячи человек, говорит премьер. При этом, по расчетам специалистов Всемирной организации здравоохранения в Молдове, могут заболеть почти 28 тысяч человек. Наша медицинская система может обеспечить уход, лечение не более 4 тысячам инфицированных из 20% тяжелых случаев. 20% тяжелых случаев – это 800 пациентов, которым понадобится искусственная вентиляция легких. Напомним, ранее власти заявили, что в Молдове всего 500 аппаратов ИВЛ. Тем не менее, премьер говорит, что к середине апреля, когда в Молдове должен случиться апогей заболевания, в страну доставят жизненно необходимые аппараты и тесты на коронавирус. Сейчас в республике около 15 тысяч тестов, заверил Ион Кико. Вопрос заключается не в количестве проводимых тестов, а в ограниченных возможностях лабораторий. Плюс-минус это будет 2 тысячи. Возможно, 2,5 тысячи тестов в день, возможно, можно будет проводить. По словам премьер-министра, существует нехватка медицинских работников, а некоторые врачи, которые не инфекционисты, проходят переподготовку, чтобы оказать необходимую помощь. При необходимости задействуют и персонал частных больниц. На этот момент уже 84 работника медсистемы заразились COVID-19. И ни один из врачей в стране не имеет стопроцентной степени защиты, говорит премьер. Это оснащение, которое было в приоритетах государства. Мы до сих пор использовали перчатки, которые рвались с первого применения. Их приобрели летом. Мы выделили 60 миллионов леев на приобретение сотен тысяч средств защиты, вентиляторов и так далее. Несмотря на волну резкой критики, государство не откажется от того, что молдаване, прибывшие из-за рубежа, должны покупать медицинский полис, отметил Ион Кико. В ином случае в медицинской системе произойдет коллапс. Мы должны оплатить медицинский полис, иначе у врачей не будет зарплат, оборудования, тестов на коронавирус. Ничего не будет. Премьер-министр отметил, что все, кто будут регистрироваться как безработные в центре занятости населения, получат государственную помощь в размере около трех тысяч леев. Независимо от того, работал человек официально или нет. Что касается рекреационной сферы филиала Хорико, а также малого и среднего бизнеса, Ион Кико сообщил, что государство не сможет выплачивать зарплаты частникам, но сможет субсидировать 45% фонда оплаты труда тем экономическим агентам, которые будут платить зарплату работникам, которые вынуждены сидеть дома в период ЧП. Ранее правительство объявило, что снизит налоги для Хорико с 20% до 15%. Но это в любом случае меньше, чем ожидали представители отелей и ресторанов. Они требуют, чтобы налоги были на уровне 10%. В итоге, по словам премьер-министра, государство потеряет почти 5 миллиардов леев, при том, что дефицит бюджета в этом году 7 миллиардов леев. В Аргеевском районе еще у одного человека подтвердился диагноз COVID-19. Речь идет о жителе села Мыло-Ешт, который несколько дней назад вернулся из Великобритании. По заявлению Аргеевского районного совета, инфицированный вступил в контакт с 11 людьми. Все лица выявлены и находятся на домашнем карантине. Чтобы предотвратить распространение вируса по инициативе председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Аргеевского района Дину Цуркану и при поддержке фонда Мирон-Шор, на въезде в село Мыло-Ешт установят фильтры для дезинфекции транспорта. Также по всем домам раздадут дезинфицирующие средства. Напомним, что вчера у работника Аргеевской почты лабораторные анализы также показали положительный результат на COVID-19. В непризнанном Приднестровье 31 подтвержденный случай COVID-19. Среди новых заболевших подростки 10 и 15 лет, еще двое мужчин примерно 40 лет и 45-летняя женщина. В связи с текущей ситуацией власти региона ищут возможность открытия собственной лаборатории по тестированию на COVID-19. Также в планах создания новых изоляторов для заболевших. Состояние пациентов Слободзейского госпиталя, где находятся все заболевшие COVID-19, такое. Один мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, остальные – средней степени тяжести. 1 апреля был подтвержден диагноз COVID-19 у еще одной женщины, которая 29 марта скончалась в Слободзейском госпитале. Напомним, не так давно там произошел аналогичный случай с преподавателем Тираспольского колледжа. Диагноз «коронавирус» подтвердился также после смерти пациентки. Итого в Приднестровье два подтвержденных случая смерти от вируса нового типа. По состоянию на 1 апреля в карантинном центре в Слободзее находится 58 пациентов, 29 больных и столько же с подозрением на коронавирус. Власти непризнанного Приднестровья ищут возможность открыть свою лабораторию для тестирования на COVID-19, так как результаты анализов из Кишинева приходится ждать слишком долго. Рабочая группа по развертыванию в регионе собственной лаборатории сформирована из профильных специалистов, 2 мая прибудет для проведения консультаций в Молдову. Еще одно решение власти региона касается размещения заболевших. В случае массового распространения COVID-19 по всему региону должны быть организованы изоляторы, готовые принять до 2000 больных. Ветераны войны и силовых структур, их семьи и вдовы во время чрезвычайной ситуации могут обратиться за помощью. Министерство обороны открыло горячую телефонную линию, позвонив на которую можно сообщить о проблемах, связанных с пандемией COVID-19. Линия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Телефоны 022-25-2065 или 022-25-21-78. Круглосуточно же можно звонить по номеру 060-705-138. Министерство обороны также сообщает, что горячие линии будут действовать в каждом территориальном военном центре во всех районах и муниципиях республики. В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет миллиона человек. А число смертей от осложнений превысит 50 тысяч. Таково заявление генерального директора ВОЗ. По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире зарегистрировано более 750 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 36 тысяч человек уже скончались. А вот по информации в реальном времени, которую публикует Университет Хопкинса, всего в мире подтвердили уже 905 тысяч случаев заражения. Израильский концерн «Израиль Аэропорт Индастрис» начал выпускать аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Компания уже произвела 30 аппаратов ИВЛ и передала их в Минздрав Израиля. Рассчитывают, что концерн будет выпускать 50 аппаратов ИВЛ в неделю. Ранее о помощи в борьбе с пандемией заявили автоконцерны «Дженерал Моторс», «Пежо», «Ситроен», «Мерседес» и автомобилестроительная корпорация «Рено». Японская компания Fujifilm начала клиническое исследование препарата, который может подойти для лечения коронавируса. По словам представителей фирмы, тестирование будет завершено к июню, в нем примут участие 100 пациентов. Будут собраны и проанализированы все данные, и затем сделан запрос на утверждение препарата, если результаты клинических исследований окажутся убедительными. Предполагается, что двухнедельный курс медикамента можно будет прописывать пациентам при легких симптомах вирусной пневмонии. Франция переоборудовала несколько высокоскоростных поездов для перевозки пациентов, инфицированных коронавирусом, из городов, сильно пострадавших от пандемии, в менее затронутые эпидемии населенные пункты. Каждый переоборудованный бокс может перевозить четырех пациентов и шесть медицинских работников. На данный момент во Франции зарегистрировано почти 57 тысяч случаев. Ветеринары призывают владельцев домашних животных не дезинфицировать питомцев после прогулки, так как это пагубно сказывается на здоровье животных. Питомцы получают ожоги и отравления, а также алкогольную кому, слизывая с себя санитайзеры, содержащие спирт. Специалисты поясняют, нет смысла в мытье животных полностью после каждой прогулки. Достаточно просто вымыть лапы собаки мылом и тщательно промыть водой. Ряд научных исследований показал, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом. Эти выводы были подкреплены заявлением ВОЗ. Несмотря на пандемию и чрезвычайное положение, введенное в стране, от идеи восстановить мемориальный комплекс «Вечность» никто из властей не думал отказываться. Работы по реставрации продолжаются, а значит строители подвергаются риску заражения коронавирусом. Однако советник премьер-министра Виталий Драганча уверяет, что рабочие соблюдают определенные рекомендации и не находятся в зоне риска. В январе премьер-министр Илон Кику объявил, что комплекс будет восстановлен до 9 мая. У государства достаточно ресурсов для таких инвестиций. И даже пандемия COVID-19 не стала помехой. Ремонтные работы продолжаются. Территория комплекса обнесена красной лентой, а на воротах наклеен обычный лист бумаги с надписью «Доступ запрещен. Ремонтные работы». Наша съемочная группа была удивлена происходящим. Большое количество рабочих укладывали новый тротуар, мешали бетон и монтировали плитку. Они отказались разговаривать с журналистами и рассказывать нам о компании, на которую работают. Однако без камер сообщили, что ремонт начался еще в середине марта и будет продолжаться до начала мая. На территории мемориала мы встретили еще двух мужчин, но и они не хотели беседовать с нами и велели покинуть территорию. Представители Министерства обороны не ответили на наши телефонные звонки, чтобы дать объяснение тому, почему ремонт мемориала так необходим сейчас, во время эпидемии. Связавшись с советником премьер-министра, стало понятно, что он не видит проблемы в том, что работы проводятся в разгар пандемии. Когда это решение было принято, мы консультировались, и я хочу заверить вас, что его поддержали не тысячи, а десятки тысяч людей. Я абсолютно уверен, что 9 мая не будет праздноваться. Эти люди получат заработную плату, строительная отрасль получила некоторые ограничения, но деятельность ее не была остановлена. Согласно решению правительства, около 4 миллионов леев будет потрачено на ремонт мемориала. Кроме того, на юбилейные медали было выделено 195 тысяч леев. Согласно статистике этого года, в Молдове осталось чуть менее 450 ветеранов Второй мировой войны. Напомним, что во время правления коммунистов на ремонт мемориала «Вечность» было потрачено 35 миллионов леев. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Увидимся в 21.00 на нашем телеканале. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин